Чуваки, вот я сейчас сижу, мне чё-то как-то грустно. Я просто знаю, что именно ты сейчас смотришь этот видос и просто как бы без подписки его смотришь. Ну, может быть, пожалуйста, хотя бы, ну, чисто из-за уважения нажмёшь на красную кнопку. Давайте договоримся, вот вы сделаете кнопку красную, от серой, и я буду смеяться. Поэтому вот, если у вас как бы, ну, что-то там, может быть, заиграет, ну, подпишись. Подпишись, кнопка нижняя, вот там вот она находится, вон там, внизу. Всё. Молодец, вот я подожду, ты подпишись, потом начнём ролик. Давай, я жду, ты ещё не подписался, я чувствую. Давай, подпишись. Вот теперь молодец, молодец. Вот теперь можем начать. Пацаны, всем здорово, попали на канал Дядя Некит. И сегодня у нас с вами будет видос, который очень много все ждали. На самом деле, там всего пару человек в комментах написало, что, типа, выпусти этот же видос, как у PandaFX. Алло. Здравствуйте. Нет. Этот видос я хотел ещё давно снять, но PandaFX мне просто такую, знаете, закидулю сделал. И, блин, у меня тоже есть легенда моего канала. Моему каналу ровно 4 года. Это с 1 января 2016 года я начал деятельность на этом канале. И у меня около 400 видосов на этом канале. Нихуя себе. И вы не думайте, я не постоянно 4 года снимал. То есть я снял. Потом, там, год прошёл ещё, там, пару видосов снял. Потом через год ещё. Потому что изначально этот канал я создавал не как основной, а как второй канал. Но именно прям на регулярной основе на этом канале я снимаю буквально ровно год. То есть буквально год назад я продал свой основной канал BlackFarMobile, который насчитывал 1700 подписчиков. И перешёл на этот. Тем самым бросив себе определённый новый вызов. И, пожалуйста, проголосуйте вот здесь вот, получится ли у меня набрать 1000 подписчиков на этом канале. И как скоро я наберу эту 1000 подписчиков. И, пожалуйста, если вы хотите помочь мне, подпишись на канал. Этот вид роликов я растянул на две части. В первой части я буду именно рассказывать про каждую легенду. Так что видос получится, наверное, длинный. Я не знаю, как это получится. А во второй части я буду стараться на льду этих игроков в FIFA. И буду этими игроками играть. Надеюсь, у меня получится. Потому что я так посчитал. Вроде все эти игроки в FIFA есть. Давайте сразу схема. Схема. Моей команды будет 4-3-3 атакующая. То есть с цапником. И сразу скажу то, что в этой команде многие футболисты будут не по позициям стоять. Потому что у меня такой экспериментальный состав. Но в FIFA, если я буду играть, то я постараюсь поставить всех по позиции. Давайте начнем с вратаря. Сами знаете, что здесь было очень много кандидатов. Как Максименко, Бейкер, Бегович. Очень много Куртуа. У меня легенды моего канала именно вот эти вратари. Дехея. Но я определил Алисона Бейкера из Ливерпуля вратаре. Почему именно он? Потому что именно в прошлой FIFA именно Ultimate Tots выпал Алисон Бейкер. 25 очков. Ровно. Я этот матч с Айн Трактом очень долго играл. Слышите эти нагоняющие биты? Вы же их слышите? Вы их слышите? Брушка, чуваки. Просто 95 рейтинг. Алисон Бейкер. Именно в прошлой FIFA Алисон Бейкер тащил мою команду. И очень много моментов, которые просто выход 1-1 он просто тащит. Поэтому Алисон Бейкер здесь из Ливерпуля вратарь, которая легенда моего канала, которая совсем недавно стала легендой моего канала. Буквально ровно год назад. Следующий это правый защитник. И это капитан. Сразу скажу, это капитан моей команды. Правый защитник. Это для кого-то будет неожиданностью. Но это Джошуа Кимих. Объясняю историю. Впервые этот паренек мне понравился в 2015 году. Когда я впервые увидел, как Бавария громила 7-1, 8-0, там разные команды. И Кимих, он тогда еще был молодым. Ему, наверное, как мне лет было. И он тогда выпустился только из Академии Баварии. И вышел в стартовом составе. И показывал очень хороший футбол. И именно тогда он мне запал в душу. Кто следит за моим каналом, тот знает, что Кимих у меня был в каждой FIFA. 17-е, 18-е, 19-е. То есть в 3-х FIFA у меня был Джошуа Кимих. То есть только в 20-й FIFA мне его нет, но я хочу его приобрести. И именно сейчас Джошуа Кимих тащит Баварию и забивает важнейшие голы в важнейших матчах. Недавний матч с Барусией. Можете просмотреть, как он красиво забил. Это единственный, пожалуй, игрок, который с позиции правого защитника смещается к центру поля. И еще при этом может создавать результативные действия в атаке. Поэтому Кимих, капитан моей команды, самая долгая легенда. Самая старая легенда в этом составе. Правый центральный защитник. Это Сережа Рамос. Сергей Рамос, Сергей Рамос, Сережа Рамос, как хотите называйте, тоже совсем недавно стал легендой моего канала. Как я приобрел его в виз атаки. 95-й рейтинг. Также Сергей Рамос у меня был в 17-й FIFA Mobile. И, в принципе, много говорить особо не нужно. Сергей Рамос сам по себе очень легендарный игрок. Левый центральный защитник. И это игрок московского Спартака. Куда же здесь без Спартака? Здесь довольно-таки много будет еще спартаковцев. Это Георгий Джики. Конечно, Георгий Томазович Джики. Это тоже легенда. Но спросите, скажете. Так и так, типа, почему? Джики у меня был в 18-й FIFA Mobile. В 19-й FIFA Mobile. И в 20-й FIFA Mobile. Тоже 3-й FIFA он у меня был. Джики с каждым годом прогрессирует. С каждым годом максимально хорошо играет. Буквально 2 года назад он только перешел в Спартак. И даже не претендовал на место в старте. А сегодня он уже капитан спорта Спартака. И основной защитник сборной России. Вы когда-нибудь такое думали? Я лично нет. Видимо, это действительно легенда. Заканчиваем линию защиты. И левым защитником это Марселло. Марселло, пацаны. Марселло, скажите. Ты фанат Барса. Какой здесь нафиг Марселло? Марселло сам по себе очень легендарный. И у меня не было его в FIFA, по-моему, ни в одной FIFA. Но сам по себе я выкладывал ролики с ним. Я там про него что-то снимал, говорил. Ставил его в топ-5 лучших игроков сезона. Это тоже было на моем канале. Правый центральный полузащитник это Поль Погба. Кто следит за моим каналом именно за этим и за прошлым, знает то, что я очень хорошо отношусь к Погба. И я следил за его игрой еще в Юве. И именно тогда мне этот паренек засел в душу. Погба супер, мега, прям вот очень техничный, скилловый игрок. Техника у него просто зашкаливает. И вы просто не видите, но у меня вот здесь отвисит фигурка Погбы. Я, может быть, фотки прикреплю, не знаю. Вот, пацаны, короче, я сфоткал. Вот, вы видите. Вот он, Поль Погба. Вот здесь вот у меня висит фигурка Поль Погба. Самый центральный из всех центральных полузащитников. Я думаю, здесь тоже все догадались. Цапник. Это новая легенда в этом составе. Это, по-моему, самая-самая молодая легенда в этом составе. Которая буквально только в этом сезоне стала легендой. Сами знаете, я очень много роликов снял про него на этом канале. Сколько было всяких пародий, повторений, попаданий. Именно этот игрок меня мотивирует. Именно этот игрок вытащил матчи с ЦСКА, с Динамо, с Оренбургом. Ух, как их много было. Я думаю, здесь уже не надо так много говорить. Это новый лидер Спартака Зелимхан Бакаев. Если вы помните, то буквально... Сколько я здесь уже слов сказал буквально? Можете пересчитать, сколько я здесь уже буквально сказал? Если вы следите за этим каналом, то год назад, в начале этого сезона, я снимал про Зелимхана Бакаева выпуск. Целый выпуск. В начале лета, где, как только он вернулся из тульского арсенала, то есть он мне еще нравился в том сезоне в тульском арсенале. Я не понимал, почему его не ставили в состав Спартака в сезоне 17-18. Зеля стал обладателем Суперкубка России, чемпиона России, к сожалению, не сыграв ни одного матча в Суперкубке, но в чемпионате в сезоне 16-17 он сыграл один матч, по-моему. Зелимхан свои 23 уже играет в основном практически в составе сборной России. Лидер московского Спартака, не побоюсь этого слова, потому что... Вот, отмотните, год назад я такие же слова говорил. Если его деньги не за это, то он станет лидером. Так и есть. У него супер-мега-папа, супер-мега-брат, у них футбольная семья. И я думаю, что Бакаев будет прогрессировать. И попомните мое слово, если он продолжит в том же духе, то через 5 лет мы будем наблюдать за игрой Зелия где-нибудь в Челси или в какой-нибудь средней команде. Севилья, Атлетика. Левый центральный полузащитник. Здесь тоже бывший Спартаковец, хотя их бывших не бывает. Я его включил сюда, потому что он самый лучший легионер в истории Спартака среди... Ну, самый лучший легионер в истории Спартака. Бомбардир. То есть он прям на первом месте среди легионеров стоит. И здесь, я думаю, долго не нужно ждать. Это Куинти Антон Промес. Первые игру Куинти я увидел в 2014 году, в начале сезона 14-15, когда Спартака не очень все хорошо получалось. Но Куинти в свои первые же матчи, за 3 матча он уже успел сделать 2 голевые. И он очень яркий игрок. Его самые основные качества, которые были как у футболиста, которые сейчас тоже остаются в Аяксе. Хороший дальний удар, хорошая техника, хороший дриблинг, хорошая скорость. Хорошее, в принципе, все у него для футболиста. Куинти уже заиграл в хороших топ-клубах. Он вернулся на родину, в Голландию. Начинал в Твенте вернуться в Голландию, обратно в Аякс только уже. Был в Спартаке, в Севилье был, в Севилье. Сам Севилье и забивал еще. Поэтому, блин, здесь, ну, просто похлопать нужно. Футболист просто из ничего сделал конфетку. ПФА. Нападающий. Здесь самое интересное. Это Лионель Месси. Я думаю, не нужно здесь ничего говорить, потому что те, кто следят за моим основным каналом, был Эквиф Амабелл, который был тогда, знаю то, что я снимал ролики, хочу стать Месси. У меня на канале есть куча роликов, праздную как Месси, играю как Месси. Там, я равняюсь на Месси, я болею за Барсу. У меня очень много футболок с Месси. У меня где-то три футболки с Лионелем Месси. Также. Не все на районе говорят, что у нас стилистика игры очень похожа с Лионелем Месси. Поэтому, блин, здесь просто без слов. No words, как говорится. Осталось два футболиста в этом клубе. Еще будет тренер. Кстати, внимание, тренер. Ну, тренер я так чисто поставил. И здесь удивительно, но здесь кумир. Эрнандес. Это тот кумир, который у меня сейчас в FIFA Мобелл в составе. Эрнандес это кумир. Я его поставил чисто исключительно потому, что у меня третий год подряд, в третий FIFA подряд, с 18-й начиная, кумир. То есть, он у меня в составе. То есть, я помню, он мне выпал в паке 85. Я его в том году скрафтил. И в этом году я его тоже скрафтил в 85. Поэтому здесь просто no words тоже. Потому что кумир. Я абсолютно не следил за этим футболистом. Просто я его поставил, потому что он у меня просто кумир. И он легенда. Ну, наконец, LFA. Я предупреждал в начале ролика то, что многие футболисты здесь будут не по позициям стоять. И здесь Паула Дибала. Я его поставил чисто исключительно потому, что где-то в классе восьмом, Тонев, если ты смотришь этот видос, то ты должен помнить этот момент. В классе восьмом мы с ним соревновались, типа, какие футболисты лучше. Сначала мы с ним соревновались. Я был Неймаром. Он был, по-моему, Аспасом. Я не помню, из Сельты. А потом я стал Дибалой, а он Гризманом. И мы снимали очень большую кучу серию роликов противостояния Дибалы против Гризмана. И до сих пор у меня на канале висит ролик. Вот, может быть, здесь где-нибудь я прикреплю в аннотации. Вот здесь вот где-нибудь в подсказках. Чекните, посмотрите. Этот ролик набрал 4000 просмотров. Должны свести, кто смотрит мой канал давно. Ну и внимание. Главный тренер моей команды. И это не Юрген Клоп. И это не, там, Дельбоски. Это не Дин Зидан. Это не Бальверды. Это вообще никто из них. Потому что здесь я поставил спокойненького, условненького Массимо Каррера. Да, дети, как же без него. Именно этот человек сделал Спартак чемпионом. Кто бы что ни говорил. Кто бы что ни писал. Кто бы что ни хотел. Это моя команда Легенд. Это моя команда моего канала. И именно Массимо Каррера мне доставлял удовольствие как тренер. Потому что именно он перевернул игру Спартака за год. Прикиньте, за год создав команду чемпионскую. Громив на своем пути. Севилью, ЦСКА, Зенит, Локомотив. Выйдя практически в плей-офф Лиги Чемпионов с московским Спартаком в сезоне 17-18. И не проиграв ни одного матча на групповом этапе Лиги Чемпионов дома. На открытии арены. Поэтому кто бы что ни говорил. У меня было здесь две кандидатуры. Это либо Лобановский, сами знаете. Либо Массимо Каррера. Можно было еще Оленьчу попробовать поставить. Но я его, к сожалению, особо не помню. Как-то так выглядит моя команда Легенд. Если вам этот видеоролик понравился, то ставьте лайк. Ждите вторую часть. Давайте 15 лайков. И выйдет вторая часть. Где я уже буду играть за этих Легенд. Именно в FIFA я постараюсь. Кого-то купить. Кого-то создать. Кого-то скрафтить. Кого-то собрать. И сыграю так, чтобы полноценный матч в САТАКе где-нибудь. Или там против подписчика. Поэтому вступайте в мою лигу Дядя Некит. Это первое. Второе. Подписывайтесь на этот канал, чтобы не пропускать новые ролики. Помочь развитию моего канала. И пожалуйста, поскорее набрать цифру в 1000 подписчиков. Потому что я это жду уже. Также не забывайте подписываться на мою группу ВКонтакте. На мой Инстаграм. На мой Яндекс Дизен. Также на мои вторые и третьи каналы. Это тоже внимательно нужно все постить, фоловить. Ведь именно там проходит все то, что здесь не показывается. Понимаете? Кому интересна моя жизнь за пределами Ютуба, пожалуйста, подписочку оформляем. И да, я вам такую загидушу сделаю. Если в моей группе ВКонтакте наберется 100 подписчиков, я устрою розыгрыш. Очень интересный розыгрыш. Я разыграю футбольный мяч. Все. Всем спасибо, пацаны, за просмотр. Я все вроде уже сказал. Всем пока.